МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такая себе в Альпургеева ночь состоялась на прошлой неделе в Донецке. На шабаш съехались все. От преподавателей региональных российских университетов до верхушки недоправительства Ордло. Раз и навсегда твердо и бесповоротно заявить всему миру о нашем выборе, нашей идентичности как части русского мира, большой России. Прибыл и серьезный десант из РФ, включая депутатов Госдумы и нескольких видных пропагандистов Кремля. Крестом заколочен, в грязи нельзя. Все, как видите, в следах боев. Вместе с Маргаритой Симоньян на сходку отправились ее муж Тигран, а также коллега по цеху Роман Бабаян. Главной темой шабаша было принятие так называемой доктрины «русский Донбасс». И даже если взглянуть на сам логотип интеграционного форума, то от внимательного взгляда не ускользнет, что ДНР и ЛНР, вот они отмечены красным, уже входят в границы Российской Федерации. О русском Донбассе, о русских, которые своих не бросают, приехали рассказывать, внимание, исконные русские. Симоньян, Киасаян и Бабаян. А в нагрузку им прислали еще двух русских – депутата Казбека Тайсаева и недодепутата от Крыма Андрея Казанка. Ничего не смущает? Это огромное спасибо вам за то, что у меня появилась возможность показаться на родине. Давно я не бывал вот на этой родине. О какой родине говорит этнический армянин, который во время армяно-азербайджанского конфликта в прошлом году обвинял премьер-министра Армении в поражении. Приводить поколение за поколением армянских школьников, показывать на вонючую, заросшую грязными волосами тварь на дне ямы и говорить им. Вот предатель, виновный в тысячах смертей. Еще раз. Киасаян обвиняет в войне свою родину, а не противника или Россию, которая, имея двусторонний договор с Арменией о помощи, эту помощь не предоставила. Мало того, этот же тип рассказывает о великой победе во Второй мировой и доминантной роли в ней русских. Все пространство бывшего Советского Союза является русским, чему является доказательство победы в Великой Отечественной войне. Где цементирующим и главным, и основным, отцовским, так сказать, материнским народом был русский. И есть русский. Не принимать это, не воспринимать это, уходить в узкий национализм является вредным, преступным. Кощунственным является не учесть четверть населения Армении, которая погибла в годы Второй мировой войны. А преступным является следующее высказывание кремлевского прихлебателя. Я передаю всем привет украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано. Не хочу вас расстраивать. Был уже один, который брал Киев, Берлин или Икьявик. Судьба его печальна. Правда, недооценивать такие вальяжные выражения Кесаяна не стоит. Потому как на данном сборище очень много звучало речей о захвате Восточной Украины. Вновь всплыла тема Новороссии. В документе значится, что для будущего Донбасса важна судьба соседних регионов Новороссии, пока прибывающих под юрисдикцией официального Киева. Крайне важно наше пристальное внимание и поддержка жителям тех территорий, которые сегодня находятся под контролем соседней страны. Ну а после, согласно плану «Русский Донбасс», Украина просто должна перестать существовать. Выход этих регионов из состава Украины с ликвидацией украинского государства в его современном виде, создание русского государства, правоприемника Украины, очередное подтверждение тому, что в своих нынешних границах Народные Республики оставаться не намерены. Заявления несколько тревожны. Причем активизация боевых действий может начаться уже в ближайшее время, поскольку для их старта не нужно ровным счетом ничего. Глава Республики заявил, если Украина решит отказаться от какого-никакого режима тишины, ДНР нужна будет территория всей Новороссии. Вообще, столь агрессивная риторика звучала из уст не только местных СМИ и недоруководителей. Вот поддержал вение террористов к военным действиям Соловьев. Я не имею права призывать вас к терпению. Как такое можно терпеть? Я чувствую личную вину в том, что недостаточно вам помогать. Главный гость Шабаша Маргарита Симоньян вообще заказала местного оператора и сняла драматические ролики о ее пребывании в Донецке. Посетила разрушенный храм, побывала на кладбище и пообщалась с местными жителями. Им народ не нужен. Им нужен Донецк. Здесь вся металлургия, все здесь, понимаете, здесь бабки. О металлургии Донбасса, точнее, о ее нынешнем отсутствии мы неоднократно рассказывали. К слову, на днях очередной тупик в отрасли. В ДНР на Инакиевском металлургическом 27 января прошел мирный исход работников по поводу задержки зарплат. Долги составляют уже более трех месяцев. К людям вышел новый исполняющий обязанности директора завода «Люльчак-СМ». Прежний директор Геннадий Бобылев недавно уехал из ДНР. Тезисы руководства на сходе были привычными. Скоро дадут 25% долга. В металлургии все плохо, денег нет. На заводе остались работать патриоты или идиоты. Поэтому деньги подождут. Пообщалась Марго с местными и в своем инстаграме. «Маргарита, неужели вы приехали к нам в Донецк? Спасибо большое. Только не верьте, что тут все хорошо. Но такие, как я и моя семья, не представляем жизни вне Донецка. И от этого еще больнее, что город гибнет и люди продолжают уезжать. Поговорите с простыми, как мы, людьми, если это входит в ваши планы». Сказать по правде, разговаривать долго с простолюдинами не входило в планы великих мира сего. Но для картинки это было крайне необходимо. «После такого, после такого, а как мы можем быть вместе? А как мы можем это простить после вот этого, всего вот этого?» Не стоит забывать, что Симоньян – главный кремлевский пропагандист. И толкать красивые речи – часть ее работы. Вторя своему начальнику, который гордо заявляла возвращение в родную гавань, она со всем присущим ей артистизмом с трибуны огласила. «Россия, матушка, забери Донбасс домой». И громкие аплодисменты. Эффект получен. Это именно то, ради чего они приезжали в Донецк. Прокричать во всеуслышание, что Россия рядом и Россия вас не бросит. По всем ордловским СМИ пронеслось «Россия, матушка, забери Донбасс домой». Это то, что в условиях тотального обнищания, невыплат зарплаты пенсии, закрытий предприятий, в тяжелейших условиях выживания так необходимо. Вера. Вера в старшего брата. Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими. Мы обязаны обеспечить им эту возможность. Стоит отметить, что практически подобным составом армяно-россияне приезжали в гости к Лукашенко в разгар белорусского конфликта. Их приезд тогда очень обрадовал президента Беларуси. Настроение у вас, судя по всему, хорошее. Мы так зашли с улыбками. Ну, благодаря тому, что вы приехали, у меня хорошее настроение. Тогда этот десант местные госсмех характеризовали как согласие России помочь братскому белорусскому народу. Эта же цель, похоже, преследовалась и в Донецке. Днем позже Симоньян закрепила этот тезис в программе того же Бабаяна. Мы все очень радовались русской весне. Но весна не может длиться семь лет. Я хочу дождаться русского лета. Как бальзам на душу для обнищавшего донечанина. Но раз Симоньян такое сказала, значит, можно еще потерпеть немного, и светлое будущее уже не за горами? Такой себе СССР 2.0 нас ждет за поворотом, решили в Ордло. Это большее понятие должно быть, наверное, для детей, которые не знали, что это была большая страна. И мы должны показать нашим детям, как мы жили тогда дружно. И, соответственно, мы должны дружно жить и дальше. И понеслось тут. Со всех концов, со всех пределов. Нельзя рассечь русский мир. Русский мир неразрывен. Это огромный, прекрасный слиток, в котором слились вся мировая красота, все добро, все мужество, вся любовь к мирозданию. О добрее любви к мирозданию русского мира можно говорить долго с жителями Мариуполя, Славенска, Краматорска. Они, как никто, прочувствовали на себе всю эту любовь русского мира. На прошлой неделе, например, вспоминали обстрел Мариуполя 6-летней давности, при котором погиб 31 мирный житель, и 117 были ранены. В городе хаос и паника. Горят здания, автомобили. На разбитых улицах тела погибших. Но для доктрины русского Донбасса это мелочи. Для них важна идеология. А сколько будет жертв на этом пути, им не важно. Даже детские умы будут подвергнуты атрофированию. Ученые едины во мнении. Нужно начинать со школы, вернуть в программу такие произведения, как, например, «Молодая гвардия». Для понимания «Молодая гвардия» — это роман Александра Фадеева о подпольных молодогвардейцах, который в 1951 году был признан необходимым для патриотического воспитания подрастающего поколения и вошел в школьную программу. Весь молодогвардейский абсурд состоял в том, что прототипов героев художественного произведения нашли и даже привлекли к реальной ответственности. Кроме того, героев Фадеевского романа посмертно награждали орденами, в их честь называли улицы разных городов, проводились митинги и сборы пионеров, клялись их именами и требовали жестокого наказания виновных предателей. И подобный маразм вполне возможен в Ордло. СССР 2.0 активно насаживается во всем русском мире. При этом эта версия Совка, как и все в РФ, неполноценно и гибридно. Где существуют иконы Сталина, где православные крестятся слева направо, а заводы при отсутствии империи провозглашают себя императорскими. Тульский оружейный завод сменил название. Соответствующее решение приняло собрание акционеров 14 января 1921 года. Теперь официальное наименование предприятия звучит так. Императорский Тульский оружейный завод. А если полностью со всеми регалиями, то звучит это так. Императорский Ордена Ленина и Трудового Красного Знамени Тульский оружейный завод. Занавес. Смешались в пучу кони, люди и залпы тысячи орудий. И так в русском мире во всем. В то время как в правой руке показывают идеологию, в левой прячут тарифы ЖКХ. Планируется с 1 февраля поднять тарифы на 20% на водоснабжение, тепловую энергию, горячую воду, на 30% электроэнергию, на газ 16%. И как бы Пушилин с высокой трибуны не кричал, русские действительно своих не бросают. На самом деле бросают. Даже очень. Так было в Чечне. Офицеры продавали роту. Офицеру платили деньги. Боевики. И он просто посылал куда-то роту. И эту роту просто уничтожали. Так было в Сирии. Прямо перед границей заставили все знаки отличия Российской Федерации снять и сжечь. Служи дурачок, получишь значок. Так было и в Украине. Они заблудились просто на бронетехнике с оружием. Я верю, что они заблудились, потому что там же нет маркированной границы. И так будет в Ордло. И это уже происходит. Официальные лица РФ уже открестились от слов Маргариты Симоньян. Первый раз слышно, что Маргарита Симоньян является государственным служащим, чиновником. Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит. Дмитрий Песков. Уже 7 лет этот вопрос не стоит на повестке дня и неизвестно, сколько еще он не будет стоять. И будет ли стоять вообще? Известно одно, что кроме тепла и еды голодных и холодных временно может спасти надежда и вера. И именно этим кормят людей местные недочинуши и гастролеры из РФ. Но разные сомнительные русские типа Лепсверидзе, Симоньян или Киасаян приедут, развлекут и уедут. А обычному народу нужно еще выжить. И вопрос здесь в терпении местных жителей. Ведь идеология не самая питательная пища, а терпение даже усильно угнетенных. Не вечная.